Приветствую вас! И с точки зрения психологии, если вы не выдаёте свой вопрос в раздел именно эзотерики, с точки зрения психологии, ответить вам можно так. Итак, сначала определитесь с тем, для чего вы хотите быть с этим человеком, то есть конкретно вот почему я хочу с ним быть, зачем я хочу с ним быть, для чего он мне нужен, этот человек. Вот. Это первое. Когда и если вы с этим определитесь, то вы сможете определиться и с другим. Вы сможете определиться с тем, например, что делать. Если, например, вам мужчина нужен и вы хотите с ним быть потому что любите его, допустим, и если так получилось, что любите вы его сильно, и вам хочется, чтобы этот человек был счастлив, вам хочется, чтобы у этого человека всё было в порядке, если так, то тогда просто подумайте, как вы можете сделать его счастливым. Что вы можете сделать для того, чтобы он, этот человек, был счастливым. И сделайте это. Просто возьмите и сделайте то, что даст человеку возможность быть счастливым. Но обязательно делайте это без ожидания чего-либо для себя. Потому что если вы ждёте чего-то для себя, если вы хотите быть с этим человеком для себя, именно для себя, то это означает, что у вас, ну, не совсем такой, знаете, искренний порыв. Это означает скорее, что вами движет нужда. То есть вы нуждаетесь в чём-то, и это что-то, в чём вы нуждаетесь, вы хотите получить от этого мужчины. И, соответственно, в этом случае вы от него зависимы. И дабы не быть зависимой, нужно разобрать ваши попредственности и подумать, как можно удовлетворить их самостоятельно без этого человека. Потому что если вы будете находиться в отношениях с ним, даже если вы будете находиться в отношениях с ним, то всё равно тот факт, что вы от него зависимы, тот факт, что ваше желание зависит от него, будет обесценивать вас в его глаза. И из-за этого ваши отношения складываться не будете. Не будут складываться отношения, простите. Такие дела. Такой выбор. Такая вот дилемма. И начните именно с того, чтобы сделать этот выбор. Чтобы принять решение и исходя из этого уже руководствоваться дальше. То есть либо вы стараетесь сделать человека счастливым во всём, чем можете, без вреда для себя. Либо вы работаете над своими желаниями, дабы от него не зависеть. И выстраиваете с ним отношения, будучи равноправный ему, равный ему, независимый от него, а значит самобытный, привлекательный, естественный и раскрывающийся во всей красе перед ним. Опять же, я думаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите мне в личку, я буду рад помочь. Именно если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку, смело пишите, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, значит, буду вам благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...